до первого спортивного разряда, а после первого спортивного разряда и выше у нас выступали так называемые, будем говорить, профессионалы. Самое главное, что на нашем спортивном объекте «Салют Герпион» прошли два отборочных этапа. Это ноябрь месяц 10-12-2017 года и 23-24 февраля 2018 года, а также прошел финал Железной лиги буквально недавно, в апреле месяце, это 28-29, где и определялись победители по итогам двух отборочных соревнований. Победители определялись у нас по системе «Симплера», что самое главное, сейчас Федерация тяжелой архитики России, когда проводят такие же соревнования, они тоже проводят эти соревнования по той же системе, по системе «Симплера». Все победители награждались у нас ценными призами, а в финале, естественно, денежными призами. И также победители, тренеры тоже награждались. Я уже не буду называть призовой фонд, потому что он приличный был. И мало кто проводит такие соревнования с такими призовыми, поэтому уже это большое отличие. И самое главное, что те условия, которые у нас на совете «Гераклион», это я имею в виду и спортивное оборудование, и спортивные объекты, соответствуют всем международным стандартам. И можно проводить международные соревнования различного уровня. И мы вправе сегодня говорить о том, что Союз «Гераклион» – это лучшая площадка для проведения не только всероссийских соревнований. Что касается следующих стартов, которые пройдут в этом году именно по тяжелой архитике, то это будет 20-22 июля, это уже будет третий турнир «Путь к Олимпу». Кстати, первый был создан и проведен в поддержку нашей сборной, которая в 2016 году не поехала на Олимпийские игры с денежными вознаграждениями. И самое главное, что руку помощи спортсменам и также Федерации тяжелой атлетики России протянул – это Еремин Сергей Александрович. Но, к сожалению, ни Федерация тяжелой атлетики России, ни спортсмены этого не оценили. Только на сегодняшний день одна настоящая звезда тяжелой атлетики и настоящий профессионал – это Татьяна Каширина, которая представляет также спортивное общество «Гераклион», не пропускает ни одного старта на нашей площадке. И все время показывает наилучшие результаты в мире. Поэтому нам очень радостно, что наша спортсменка принимает во всех стартах участие. Также у нас планируется в сентябре и в октябре турниры Железной лиги и финал попытаемся провести к концу года. Одно дело, когда мы вам рассказываем, как у нас проходит соревнование, как красиво все, какая картинка, как здорово, что это является международным стандартом. Но другое дело, что, по-моему, кроме Зубакова, журналиста, знаменитого, который часто пишет про тяжелую атлетику, больше, к сожалению, почему-то мы не видим на наших соревнованиях. Поэтому, Алексей, тебе большое спасибо, что ты на сегодняшний день один из тех журналистов, которые адресили непосредственно про тяжелую атлетику. Отдельное тебе спасибо. Ну вот, в принципе, вкратце, наверное, и все. То, что прошло, то, что будет. Спасибо. Спасибо, Сергей Александрович. Спасибо.